так сегодня у нас 5 февраля едем мы вот по нашей трассе затратно выезжаем собрались мы в самару дима у нас заболел сильно все эти дни он был у нас сейчас мы собрались самару и завезли домой катя захотела домой мы ели его подняли вчера была температура под 40 как ему было тяжело а как смотреть нам на него тяжело вызывали врача на дом врач сказала что вирус такой нужно обязательно делать антибиотики иначе не такая вот вирусная инфекция который вызывает пневмонию я погуглила на просторах интернета в самарской области h1n1 вот сэф сэфазолин начали колоть сами купили вчера два укола уже сделали и на фоне вот вечером сделали укол и температура была 39 ночью 3 3 3 сегодня разве да ночью 39 3 потом 36 и 7 потом 38 и 8 вот так вот прыгает туда-сюда в общем он очень плохо тяжело переносит мы первый раз вот видим как он тяжело переносит до этого он был моложе и чуть ему становилось легче он уже скакал у нас как-то мы и не замечали он даже при высокой температуре но редкий раз он лежал там ему было нехорошо а это его и тошнит постоянно и вот сейчас мы его такого больного подняли дочка сказала домой поедем там собака у них вот мы его с мешочком посадили в машину одели еле еле он у мамы на плече там лежал его мутит тошнит дочь пошла в аптеку купить царукал от тошнотиков вот нами температура опять сейчас померяют вот мы уехали в 10 часов а дома уже его и собака обрезала смотрю улыбаться начал ну думаю дома родные стены помогают я прямо эту температуру вот вот сегодня ночью я не знаю сколько я расставала саши практически ту ночь так же как ваньки встаньки вы слышим вот закашляется пойдем все уже там стоим возле него вот такая тревога за ребенка один он у нас вот поехали трасса открытая сегодня утром было солнышко даже хотел вот вам снять но в суете в домашней и в заботах я даже оставил свой телефон дома забыла в общем все в тревоге за диму солнышко светил утром а сейчас опять пасмурно ну слава богу хоть трасса открыта у нас сегодня минус 3 вчера наверно было плюс 3 погода вообще ненормальная и при такой погоде эти вирусы наверное распространяются со скоростью света потому что морозов нету плохо когда такая погода эпидемия гриппа поснимаю я вам постараюсь там в дык на ворском шоссе мы ни разу не были в этом госпитале первый раз посмотрим что там интересного потом вам расскажу результаты вот мы по ракитовскому шоссе сейчас выезжаем на кольцо на московское едем не в сторону города самары а вот сейчас вот сюда на волжское шоссе написано по дороге госпитале д.к. и вот нужно будет свернуть налево и вон он огромный вот такой огромный госпиталь и д.к. построили себе мать и дитя здесь как в сбербанке берешь там талон и ждешь когда тебя пригласят так хочу вам сказать мы мы с дочерью собирали чеки сидели считали нужно 75 тысяч здесь набрать сумму семьи семьи с чеками и будет 10 процентов скидку мы сидели считали мы набрали мы набрали девяносто четыре тысячи а сейчас я сижу у администратора я говорю девушка кто вот мне вот проверит мои вот эти чеки она говорит а сколько вам лет вы пенсионерка я куда она кота зачем вам чеки вам и так 10 процентов скидка вот видите прием врача 1800 мне 1620 а мрт 5 250 а мне 10 процентов скидкой 4725 вот целый час у нас еще впереди мы можем сейчас здесь в цивильный туалет сходить и отправиться буфет потому что практически ничего не ели я одно яйцо съела саша очень голодной сейчас пойдем что-нибудь покушаем надо руки помыть мне все равно в туалет надо сходить ты помыла я то нет посмотрите как здесь интересно в общем как в сбербанке берешь талон сидишь ждешь но я не ждала практически до меня сразу пригласили так что эти кабинет врачей вот кабинет врача у меня вот здесь вот напротив вот где-то а мрт мне надо бы туда за угол зайти не на втором все на первом еще пойдем руки помоем а ты со штук подождешь да 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 попало приглушенный такой свет то ли помогу пакетики пасте ушечка вот сюда подумается пожалуйста в кафе у нас целый час до приема врача сейчас мы что-нибудь выберем завтраки закуски салаты горячие блюда первые блюда сегодня у нас среда до суп грибной суп картофельный чё саш грибной возьмем горячие блюда даже есть цена какая десерты пожалуйста вам гарниры а еще что будет что сейчас еще посмотрим сейчас выберем а то времени уже поджимает такие видите хорошие порции нам еще сметанку несут спасибо и по булочке еще будет у нас 1 2 на двоих вот нам одну порцию разделили на двоих фасоль это что называется куриное чего-то шницель куриная шницель сколько заплатим потом скажу так вот и стивили чистенько все а там у нас детская поликлиника там детки играют где система такая садишься дают тебе меню ты выбираешь и уже девочки тебе приносит и уносится заставили подписать а мы так вкусно покушали до девочки только вышла смартфон я прям в шоке до сих пор трясет паническая атака у меня там была думала не выдержу и нажму вызов медсестры но выдержала сейчас теперь к врачу нужно дома 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 вам продиктую что мне там написали что так что девочки чуть меня там не разорвало уже терпела я уже закрыла глаза там с открытыми глазами вообще не вносимо я не знаю вот я вроде не сказать что прям слишком полная да а как животовые которые люди вот но поговорить не там совсем мало местами представляете как им там это вот это у кого у кого каустрофобия это вообще трендец короче ну чё она мне дала в эту штуку в руку если чё будет паника там или чё это нажать прям вот и знаешь вот выдержала какой-то был один ой да ты чё это мне уносимо и я уже начала считать меня чё отвлекло я начала вот так считать это один два три 4 5 и зажимать пальцы вот это минутам считайте по 60 секунд и вот по минутам пальчики откладывать только это меня отвлекло если бы я рукой не я вот это а это я эту держал грушу вот а если бы я не считала такая вообще об этом вы только думала у меня была бы вообще паника там и все я прям наверное но сердце может разорваться я считаю ой как я не думаю что так страшно я делала кт много-много лет назад головы ну кт даже меня сейчас месяц рассказал кт это совсем другое там немножко по-другому а здесь же мне наушники еще одели и через наушники даже было дыды 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 но мне там написано что мне нужна консультация невролога я записал скоротопеда травматолога посмотрим что он скажет ладно мой фронтая невролога да с карточки а ты думаешь здесь просто так сейчас не про спросишь сейчас по кругу какие продаются здесь красивые девятьсот рублей букетик симпатичные девятьсот рублей букетик прелесть вот что тут находится смотрю все посетили мы врача поехали домой поехали на улице еще светло меня заносит на нервной почве дорога домой сейчас заехали в смышляевский фонд бекон магазинчик купили колбаску любительскую раковскую любительскую колбаску по батончику взяли и по пирожку взяли у меня на нервной почве стрессовая ситуация жор какой-то приключился прям я купили сейчас саша два пирожка с мясом и себе купила кулебяку кулебяка это такое тесто знаете как сдобное такое вот как на курнике и там внутри курочка сыр и грибы ну хочу сказать кулебяка наивкуснейший нас покормили везде хорошо сытый довольный иваныч пирожок только один пирожок приберег на вечер да приберег молодец вот а я еще кулебяке то взяла еще куриную ногу копченую думаю сейчас в одной руке будет куриная нога копченый другой кулебяка пришлось себя немножко урезонить сказал успокойся ирина это что-то просто нервное сейчас приедем домой я вам покажу расскажу про свои диагнозы с прицепом на обгон пошел так близко да с прицепом ладно мы эту пятую с прицепом вот такие вот клоуны на дорогах встречаются создают аварийную обстановку но нам сегодня и с погодой повезло и с дорогой дорога вся открытая снега сегодня не было а то ведь у нас знаете как то то что снег о Продолжение следует...